Не дать возможность, извините меня, нашему северному соседу, который лжет напропалую президент о том, что здесь нет российских диверсантов, войск и так далее и тому подобное, не дать украсть у нас родину, не дать украсть целостность, не дать украсть народ, который он хочет превратить в такой же быт. Когда я увольнялся из армии украинской, я плевал на эту армию, говорил, такого дебилизма я уже давно не видел, но когда первые ребята без оружия, со знаменами шли под пулями, я сказал, я горжусь этой армией и теперь мое место здесь. Все, кто здесь, это не за статус, не за деньги, это для того, чтобы наша страна была страной, чтобы люди себя уважали, чтобы у людей был самый главный статус человеком, а не быдлой станок. Я хочу, чтобы дети мои, внуки мои жили в нормальной стране, в конце концов и не только мои, а и ваши. Я хочу, чтобы наши женщины не плакали, улыбались, потому что женщина, она всегда должна улыбаться и радоваться. я хочу, чтобы женщины нас ждали из магазина домой, там, я не знаю, из командировки какой-то легкой, а не с войны. Я хочу, чтобы матери не плакали на могилах, независимо от того, какой возраст тех детей, которых они хороют. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Боже! Мальчики! Все началось в конце февраля, когда стали в Крыму появляться зеленые человечки. В итоге мы все знаем результат, к чему это привело, что Крыма нет. И мы, как первые из жителей Украины, ощутили на себе, что такое, когда ты теряешь родину. И поэтому мы знаем, к чему это приведет здесь, если сюда придет Россия или будет установлена пророссийская власть. Это служило главным мотиватором. Мы не знаем, например, сегодня какое положение в Крыму с правами человека, то есть, что люди там притесняются, угнетаются люди, то есть, пропадают. В случае, что украинские латары пропадают без вести, молодые парни потом не находят мертвыми, пропадают активисты проукраинские. Мы все это знаем, ни для кого не секрет. И это явный пример для нас того, что нас ждет, если здесь будет эта российская власть. Поэтому мы вышли сегодня на рубеж сюда, сражаться с ними здесь, чтобы завтра мы не сражались ни в Киеве, ни в Львове. Когда начались эти все кровавые события, то есть, когда меня больше всего возмутило присутствие русских или приближение русских войск, российских войск. границы, когда начали подтаскиваться танки и прочее, 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 вся эта дребедень. То есть, я начал понимать, что это достаточно серьезно. В этот период слово патриотизм, оно приняло такое, наверное, свое исконное значение. То есть, когда над моей страной нависла беда, ну, что-то нужно было делать. мать не знала, я сказал, что я поехал в командировку, там, ля-ля-ля-ля-ля и прочее. Но когда она позвонила мне через неделю и спросила, говорит, а куда ты встрял? Говорит, да так, понемножку, блин. Вот, ну, была такая пауза, которая, не знаю, редко такие паузы бывают в жизни. То есть, когда мать и ребенок вот стоят и молчат, все прекрасно понимают. Но она ждала моего ответа, а я не мог сказать одним таким словом, что я на войне. Она что, вздохнула, сказала, береги себя. Ну, я не знаю, я не был уже больше двух месяцев дома. Мы с ней созваниваем, все нормально, как бы она понимает, что по-разному может в этой жизни случиться. Ну, она меня поддерживает, это самое главное. У нас есть желание и идея, и свобода. А у них нет, а у них есть только оружие. У них нет желания воевать. Это не их война, я не знаю, зачем они сюда идут. Из-за того, что сказал дядя Путин, ну, это ерунда. Как я это вижу, да, у нашего народа это накипало, долго кипело. Все хотели каких-то перемен, но боялись. Полчок был Майдан, и, как я вижу, да, что агрессор этим воспользовался. А люди все равно хотят перемен, и вот эти перемены наступают. Чем быстрее мы их отсюда выметим, тем быстрее проснется вот та огромная страна, вот та, которая находится там, в север просто, которая вот этот вот бардак здесь создала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok